Всем привет, народ! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юля. И сегодня, наконец-таки, я контролю платы водоема, которая находится в Минской области, в Червенском районе, недалеко от нашей столицы, на расстоянии приблизительно 45 километров. Я была здесь неоднократно, и я приехала сюда снова. Я ни разу не была здесь зимой. Сегодня я на рыбхозе Волма. Лед поет, что сумасшедший. Реально стрёмно. Нет, ни разу не может быть. Запасно? Это не безопасно. Вот сзади озера находится, на котором я сегодня собираюсь ловить. О, ребятки, первая зимняя рыбалка, как вы думаете, она уменьшается у скефа. Но вообще сегодня погода, наверное, я бы сказала, именно для ловли щуки, она благоприятствует. Сейчас мы посмотрим. Два секунды. Дрыг, дрыг, дрыг. Раз, раз, раз. Ну да, здесь, наверное, больше всего всего своё. Я думаю, лес будет безопасно. Сейчас вот посмотрим, что здесь. Наверное, луну много здесь набивали. Здесь луночки были. Вон луночки. Ставочки, походу, ставили. Кузя сейчас пробовать. Ну, лёд сантиметров, наверное, 7-8. Не такой уж он и большой. Ставочки. Вчера пришлось всё перебирать. По ставочкам. Ну, начну с вот этой вот, со своей фирменной жёлтой ставки, которой никто не понимает, что это за она. Вот. Вчера купила живца. 20 карасиков, 20 платвей. Сегодня с утра вообще вся платва сдохла. Это получается, одна платва стоила 0,50... Короче, 50 копеек. И 20 штук сдохли. Такая вот. Шух. Так. Идём живчика. Идём к первой луночке. Устанавливаем первую ставочку. Так. Луночка моя, луночка. Надо было взять на коленнике. Очищаем луночку. Слушайте, вот увидела в Ютубе по видео, что живца можно брать не руками, а вот доставать из воды шумовкой. И подумала, господи, какой я был дурак. Что я не мог догадаться, дойти не смогла, короче, сама до того, что живца можно брать тупо шумовочкой. Так. Так. Ну, вроде... Блин, какие-то живцы побитые. Что-то плавника нет, не знаю. Как-то странно. Давай, плыви, малыш. Плыви за щучкой. Красавец. Плыви, плыви, давай. Должен принести сегодня мне большую шукенцию. Ну что, вот сюда вот так. Сегодня, конечно, мороз. С ней теперь еще не идешь. Еще передавали, что тут у нас нет. Доставочки. Все. Сегодня придется заряжать много. Я вообще планировала, что буду заряжать 10 сауч. Но так получилось, что, несмотря на то, что мы сказали, что ловить будет только один, потому что обычно всегда ловлю я, а второй человек меня снимает, мой оператор, теперь нет. Молодец из-за двоих. Из-за двоих вместе состоял дурактор, мы отдали, получается, 51 белорусский рубль. То есть я, конечно, не жгуб, но, блин, мне эти 20 старок нафиг здесь нужно. Я хотела поставить, а сегодня же 10. Но не правда, что, кстати, на ремхозе. Это просто нонсенс, что на ремхозе, извините, что в сани продают. Могли бы уже и продавать. Субтитры сделал DimaTorzok Честно, могу вам сказать, что я рассчитываю сегодня на достойный улог. Почему? Потому что зимний сезон, он только открывается. Вообще-то, это ремхоз волны. И здесь рыбы должно быть много. На многих платниках зимой существенно снижают плату. Потому что зимой, естественно, что лучше ездить на естественные водоемы, а не на платнике. Я вам тоже советую. Я поехала сюда только из-за того, что я такой достаточно новичок в зимней рыбалке. И я, например, особо не разбираюсь во льду. Я хочу, чтобы он стал крепким. И я не хочу показывать вам плохой пример, не показывать пример будущего поколения, потому что я смотрю с перспективы на будущее, что у меня могут потом смотреть ваши дети. Ну, те, кто меня смотрит, меня, возможно, когда будут смотреть ваши дети, если ее не увидят. Как я выхожу на лед 5-сантиметровый, естественно, что ему потом тоже захочется войти на лед 5-сантиметровый. Это небезопасно. Потому что безопасный лед на лед от 10-ти сантиметров. И это нормально, если вы дорожите своей жизнью. В сентябре они уже все выловили, если они в сентябре. Это точно, я знаю, что запускали все леды. Он говорил, что запускали еще вот так. Вышли, везде лед нормальный был? Везде, туда, там, там, в углу, там, там, там. Ой, прям как будто прогибается. Мне кажется, нормальный? Вот, вот, посмотрите. А то, что вот эти трещины, это не еще страшно? Мы же поехали сюда, чего? Потому что мы боимся выходить на бесплатное, потому что мы боимся, что... Сейчас, смотри. Вот. Вот. С машинами. Везде, 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 везде. Везде, 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 везде. Ну что, друзья, как мы открываем сезон леда? Уже ставочек шесть, наверное, я поставила. Раз, два, три, четыре, пять, да, шесть ставочек поставила. Вот здесь вот стоят не мои ставочки. Не клюют. Вообще. Вообще не клюют. Интересно. Может, ради интереса стоит пару ставок кинуть на соседнем водоеме. Но не клюет. Уже должно клевать. Уже должно было быть такое, типа, поставила там, быстрее побежала к первой, там клюет, там тоже клюет. Это же рыбхолос, там должно быть куча рыбы. И здесь у мужчины десять ставок, и у нас шесть. Шестнадцать ставок, ни одной поклевки. Шестнадцать ставок, ни одной поклевки. Сейчас мы можем немножко посмотреть. Есть ли нам что-то. Джавец есть. Почему я сейчас не беру и сразу не проверяю? Потому что я видела, что у соседа было несколько холостых с работой. Пошла, 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 пошла. Чисто живец. Чисто живец вышел. Сейчас посмотрим, кстати, большая ли щука была одна из секунды. Сейчас посмотрим. Небольшая щука, потому что не сильно побила крося. Так, ставочка, карасичек, поводочек флюрокарбоновый, скруточка, двойной крючочек. Опачки справляем. Плыви, малыш, плыви глубоко. Там может быть большая щучка. Если живчик не идет вниз хорошо, то оп, его пару раз подернули. Он хоп и убегает. Хоп и убегает. Вы его еще раз оп, оп. Он оп и побежал еще. Ну, здесь ямка. Можно его подальше отпустить. Он не клюет на жерлице. Буду пробоваться ловить на балансира. Удочка у меня такая. Есть коробочка с балансирчиками. Есть не только вот балансирчики. Есть вот такие штучки. Кстати, может вполне себе прокатить. Блесенка такая с бисеринкой. Сейчас будем пробовать. Летом просто работала вертушка. Вертушка моя пупсовская. Вот такого же цвета. Бронзового. Поэтому может щучка какая окушок. Что я это? Тори. Тори. А почему так получилось? Вы не скажете? Потому что вот этот человек сказал, что он вас боит. Он не сказал, что он женой или девушкой. Нет, так он не ловит. Восемь часов темнота. По-первых, повторю, ты сразу поехали на стоянку. Вы попросили, что я проеду на стоянку. Я бы пошел в обостре. Лежать. Правило, должны были остановиться, оплатить. Потом заезжать на стоянку. Вот я и вижу. Вообще-то мы сказали, что буду ловить одна я. У нас не имеет значения, если мужчины заезжают. И что? Так если он не ловит, а меня сопровождает. Что-то повторяю. У нас не имеет значения. Мужчины, если заезжают, они ловят, водку пьют. Не важно. Путевка должна быть. Путевка? Так путевка... Ну в путевке написано, что... Женщины бесплатно. Мужчины будут они водку пить, рыбать. Все они будут делать. Путевка. А женщины бесплатно могут ловить? Могут ловить кто-то мужчины. Если будет переломить... Ну видите, вы же видели, что девушка вышла из машины. Ну вы не обманывайте, пожалуйста. Я никого не обманываю. Во-первых, оставить, можно было подойти сюда и порешать на месте. А чего решать на месте, если вы видите, мы вам сказали, что ловит один человек? Да, без проблем. Ребята, я никогда не думала, что у меня это получится. Но только что я словила окуня на блесну. Я не знаю, я уже не помню, как это называется. Представляете, как круто? Теперь я могу даже использовать его как ловца. Да, пойду, буду собирать себе велетку. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok У соседа было три сработки, все холостые. Не мотай даже, потому что если он сидел, я видела вдалека, что он не мотает. Это значит, скорее всего, что мелкая рыба. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, есть тут что или нет. Флажочек скинут. Сейчас посмотрим. Субтитры создал DimaTorzok 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 Я не знаю, я их не щука называю. Это ж нулкий малетчик. Хотелось бы что-нибудь нормального. Вроде уже столько морозит, а промоины есть до сих пор небольшие на каждом пруду. Поэтому будьте осторожны. Сейчас посмотрим, что у нас. Есть, 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 есть. Разматывай, разматывай. Разматывай. Нету, сошла походу. Сошла походу. Сошла. Хорошо смотрела. Лесочку. Будем надеяться, что сейчас она вернется. По ощущениям может быть грамм восемьсот. Я не знаю, что тут было такое. Не знаю, что. Не знаю, что тут было такое. Ну вот, что тут было такое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok